Братья-месяцы В народе этих святых стали звать Кузьмой и Демьяном, а осенний день 14 ноября зимними кузьминками прозвали, утверждая, что кузьминки об осени поминки. Ведь Кузьма с Демьяном листогнойный ноябрь ледяным панцирем покрывают, торопя приход зимы матушки. И хоть невелика у них кузница, да на всю святую Русь в ней ледяные цепи куются, а что Кузьма с Демьяном закуют, да весны не расковать. Впрочем, нисколько не умаляя достоинства кузнечных дел мастеров, стоит признать и правоту в скептическом замечании тех, кто считает, что Кузьма с Демьяном закуют, Михайло раскует. Ведь Михайловские отепели не раз удивляли даже людей бывалых своим неожиданным в эту пору теплом. Но не только погодными явлениями этот день в народе знаменит, одних названий у кузьминок несколько, и с каждым непременно какой-то обычай связан. Кузнецы, например, считали Кузьму и Демьяна своими покровителями. Говорят, они сами одно время занимались кузничным делом и называли их рукоместленниками. В этот день ковалям запрещалось работать из уважения к своим святым и из страха перед ними. В Вологодском крае прямо говорили, Кузьма-Демьян – опасный день для кузнецов, ковать не пойдут. Повсеместно на Кузьму и Демьяна обращались люди к этим святым с мыслями о здоровье для себя и близких. Женщины, не успевшие еще и вершка шерсти спрясть, садились в этот день за работу, прося святых помочь наверстать упущенное время и догнать тех, кто раньше них прясть начал. «Батюшка Казима-Демьян, сравняй меня позднюю с ранними», – молили незадачливые хозяйки. «Искренне надеясь на помощь». Слыли святые и покровителями брака, поэтому девушки на выданье обращались к ним с просьбами сковать свадьбу накрепко, как лед на реке. А девицы, кому судьба не уготовила еще счастливого замужества, устраивали на Кузьму и Демьяна веселые посиделки. Собирались в просторной избе, в складчину накрывали стол и приглашали неженатых парней. Каждой девушке полагалось принести из дома в общий котел что-нибудь съестное. Но этим, как правило, не ограничивались. Обходили деревню и выпрашивали у сердобольных хозяек, помнящих еще времена своей молодости, кусочки для кузьминок. Собрав продукты, все вместе готовили праздничный стол, обязательным блюдом которого была куриная лапша. Ноябрьские или по-другому зимние, так как есть еще и летние, кузьминки называют часто курячьим праздником или курячьими именинами. В этот день принято было носить в церковь кур и варить кашу, отведать которую приглашали и святых, проговаривая «Кузьма, Демьян, приходите к нам кашу хлебать!» По наблюдениям этого знаменательного дня можно было предсказать погоду на предстоящую неделю, месяц и даже год. А потому примечали «Если день с мостом, то через неделю с полумостом. Коли развезет, не жди морозов, до декабря. Лиса с дерева упадет нечисто, то предстоит суровая зима и знойное лето. А придут кузьминки снежные, большой разлив весной ожидается. Вот такой насыщенный день преподнес нам ноябрь. Здравия, мудрости и здравомыслия вам, славяне! Братья-месяцы Субтитры создавал DimaTorzok